всем привет мы в игре л-2 штурмовик битва за сталинград летаем мыло на ла-5 от монгольских колхозников и продолжаем карьеру летчика трасса медведева каким-то чудом удалось ему зацепиться за жизнь два дня мы уже прожили в полку и у нас сейчас по моему то ли отражение а сопровождение нет мы не летим на сопровождение бомбардировщиков спорождение штурмаяков бизнес выполняется ладно ладно наверное можно было себя поставить в начале карьеры командиром один сбили смотри-ка подразделение и назначать себя на вылетом облетали только на сопровождение штурмаяков прикольно у них лопата крепилась на танк прыгаешь ватник накидываешь на смотровую щель тут же лопату отдираешь из лопатого люка ждешь когда полезут лететь колотить и далеко как лететь причем когда летаешь на английских самолетах или на американских дает еще время ориентировочное время очень нехорошее 360 вставим нужно проверить одну вещь мне кажется когда мы ставим рпк тогда есть телефонный шнур в розетке потому что мы летали с радиополукомпасом да так есть вот видите головных телефонов в розетке воткнут а если радиополукомпас не брать то вилка не воткнут а типа не хочешь разговаривать не надо кого будем сопровождать без разницы потому что тут вся техника летать 300 км в час а 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 Капец-то бы даже бота понесло налево. Офигеть о ней. И в прошлый раз мы взлетали, два самолета столкнулось на полосе. У меня такое ощущение, что у бота, который должен был взлетать за нами, из-за того, что нас потащило вперед, он тоже поехал вперед, мы-то вывернули, а он нет. И он впереди стоящий самолет просто винтом врезался, отрубил тому хвост, а свой вид погнул. И поэтому получилась такая заваруха. Другого объяснения я не вижу. О, полетят, а то их же не было только что. Или я не видел. Надеюсь, немцев мы пораньше встретим. Нам не придется всю дорогу туда-обратно пилипаться. Субтитры сделал DimaTorzok И я в Эстуне посмотрел. Лезем высоко, наверное, это пешки опять. Ну или А-20-е. Эти и другие вот этим дурацким строем ходят. Вроде по два двигателя, вроде бы как пешки. Грациозные, слишком для А-20-х. А-20-х. Субтитры сделал DimaTorzok Почему мы нагреваемся? Должны по идее остыть уже. Продолжаю дочитывать ветку на форуме ПРОЛА-5. Ветка называется «Что я делаю и не так?», ну, естественно, название возникло из-за того, что летает самолет не так, как ожидалось. И очень интересные народ эксперименты провел, то, что я, как Василий Иванович, нутром чувствую, что пол-литра математически выразить не могу. Они не поленились и замерили разгон скорости с 300 до 400 км в час. Ф-4, Г-2, Яко-1 и Ла-5. Ф-4 за 13 секунд там с копейками разгоняется, Г-2 за 18, по-моему, А, Ла-5 за 18, Яко-1 за 21, то есть чувствуете разницу? Это с 300 до 400. То есть это самые боевые скорости. У нас после 300 вообще тупняк. То есть у нас после 350 набрать скорость – это 2 минуты надо. А я в четвертому 14 секунд и все. Хотя на 100 км в час быстрее летит. Поэтому они так и прыгают, как зайцы по небу. Я-то дата, но я-то ворон? Или как? А тут же не пишут. Позывной в группе, группа которой мы летим. Я начинаю экономить топливо, потому что я-то… А, вон летят. 6 штук, гуси. Холодить. Отменяется экономия топлива. И опять, как всегда, один впереди – вожак, остальная куча сзади. С Роффа ничего не менялась и не пыталась. И не валялся там конь. Сферический в вакууме. Что-то мне тоже напоминает кино Top Gun. А нет, 6. Показалось, что их стало больше. Когда он на радар смотрит, там отметка. Овчхи. Там уже штук 20 сразу. Так, где? А, вот они мои подшифтные. Все здесь на месте. Мы остыли? Ну, чуть-чуть остыли. А, нет. О-о-о-о. Красота какая тут. И сверху. Вот это завертелось там. Но по силуэту это немец. Шестнадцать контактов вижу. Да. Наши откололись. Наши ввязываются. Они все замылили. Да. Что это? Размойли最後. Какой? Я не могу рассмотреть, что это, кто это. Как бы мне пригодилось сейчас понимание, что там, где, кто. Это наш уже пробитый кем-то. Офигенно, чего это, откуда? Вот видите, я завис вверху, он видел, куда направлен мой луч. Я еле-еле в воздухе вот машу рулями, чтобы не свалиться. И он также в верхней точке. Хотя он не мог меня видеть, это 400 чистой воды. Не хотели писать они. Нормальный искусственный интеллект, поэтому вот так вот костыли кругом лезут. Ага, с пулемета с такого ракурса, конечно, как бы не попасть. Так, надеюсь, он вынырнет здесь где-нибудь. Нам баг пробили. Вроде бы наш. Не могу с закрытым фонарем, ничего не видно, ничего не слышно. Не могу с закрытым фонарем. Вы видите, как он летает? Это натуральная ракета. С терминатором внутри. Просто поставил самолет перпендикулярно и просто взлетел вверх вертикально. Ага. 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 Техеншель. который ХС штурмовик или что-то так выкаблучивается лихо назад не отстреливается то есть скорее всего он еще сейчас снесет нас Нельзя на этом оказывается Самолете газу давать Ну и пушки в ту сторону стреляют я надеюсь ее дома Да блин я так хотел их поразбирать но увидите как он летает У него даже ничего не течет Надеюсь на нашей половине упал И тот раз у меня двигатель встал на ровном месте Вот лично это наша вся территория как раз была Я думал я вот здесь Вот тут где-то упал Я думал я вижу вот эту часть города Вот это была Бекетовка Г2 пешка сбила Да вот эти ХС 129 Блин я так по ним хотел пострелять по-нормальному Но вы видели он весь летел пробитый без малейших даже следов каких-то снижения маневренности или дыма Погибший один у нас И они опять вернули ботом кусок логики штурмовый удар по артиллерийской позиции лавками Больные люди Ставили граничные задания Время войны это сразу расстрел Вот просто моментально Это уже не 41-й год когда все что летало все отправлялось куда попало Новейшие истребители пославят на штурмовку с которой никто из них не вернется Субтитры создавал DimaTorzok Одна надежда что раньше кого-нибудь встретил Бомбы сбросим по вою И надо конечно газ учиться поплавнее давать в патруне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал Amateur Субтитры создавал DimaTorzok И питенье Моя эминь Субтитры создавал DimaTorzok И Rice Тuemбардно Надо как-то повыше подняться, чтобы они достаточно думают маневрировать влево, в меня не въехал никто. Сейчас надо за ними держаться, а я тут не найду партиллерийскую позицию при такой видимости. Все, скрылись. Тумане. Так наш аэродром ориентир и почти на юг. Я искренне надеюсь, что нам не надо будет оттуда лететь. Продолжение следует... Интересно лавкам какую скорость, но они вроде бы нормально идут, прям это 450. Было взывал, но если бы нам тоже 300 поставили на это задание, скорость на маршруте. В прошлый раз мы не долетели... Нас сбил кто-то и мы сели на той территории, на вражеской, и вот попал в плен. Да, 450. Так что чуть побыстрее. Управимся чем с пешками. Чтобы бензин не жечь, а скорости немножко прибавить. Что-то не особо скорость прибавляется. А вот он наш аэродром, видимо, это еще не последний наш. Аэродром ориентир и пешки. Аэродром ориентир и пешки. Эти азюра должны слева остаться. Угу. 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 Интересно, сейчас начнет скорость уменьшаться. Угу, уменьшается чуть-чуть. Угу. 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 Потому что это, вроде как, еще наша территория. Карта так измалеванная, и я не вижу даже рек. То есть мы тут вообще не должны пролетать сейчас. Хотя нет. Таки должны. За второй лесополосой. Маша цель. Может быть он тот цель все-таки? Нет, это самолеты. Азуев это наш. Ну что-то разницы нет. 450 плюс-минус там 5 км в час фонарь играет. Играет. И то непонятно, или фонарь играет, или то, что я корректирую. Вверх-вниз чуть-чуть. Самолет не полностью отремирован нормально. Так, перестрелка на севере озера. Север озера наш. Вот здесь. И тить-колотить. И тить-колотить. С земли что-то там началось. Вижу зенитку. А вот она. Артиллерия. А че замерло все. А вот эти наши. А че замерло все. Моментальная скорость. Нос чуть-чуть приподнял. Все. Скорость 400. Хотя вверху то че они там за этажерки строят. По-моему это Бомбардировщики идут. Это прикрытие 4 штуки. Даже попали куда-то. Я стесняюсь спросить, вы штурмовать будете? Мать вверху то есть. Класс. Класс. Северной сборки. Мать вверху 2. Мать вверху 2. Удаление 1, это он где-то прям, прям вот он. Кстати, опять забыл, дал газу резко. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Должен попадать был. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Куда он летит? Ко мне, от меня. Тамаш. Одна надежда, что он сознание потеряет. Сознание не потерял, но из виража не вышел, но траекторию не спрямил, сейчас надо как-то плавненько, вот видите, он просто морду поднял, стоит в вираже, морду поднял и держится на одном винте, и вверх еще сейчас пойдет после двух кругов виража. Ну это как называется, вот как. Видите, что делает? На ручку от себя и в пузо получишь сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да все ее уже слышали, пять раз повторил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это который над озером работает, ага, на севере. У меня на них уже патронов нету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот видите, радиополукомпаса не взял и шнур не торчит. Ой они, гаденыши. Ну хоть на один зайти надо, пока все равно остужаемся. Если за нами никто не увязался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, я не все это не обогащал смесь. А во время боя надо бы. Кто-то в обсуждении вспомнил, сказал, что лично задал вопрос Виталию Попкову. Посчастливилось. И он, говорит, очень красочно описал, как бой велся. Все ручки, говорит, от себя до предела радиаторы открыл, газ до упора, двумя руками пилотируешь. Вот так вот, говорит, воевали. Я их не вижу, как бы они сейчас не зарядили. Куда они делись? Там какая-то козявка одна висит. А где остальные? Вот было шесть штук только что. А, вон они, пароводы водят. А, вон они, пароводы водят. А, вон они, пароводы водят. Как же у меня хотя остывает-то, это прямо катас какой-то. Они и на земле ничего не атакуют, просто хороводом летают. Я боюсь, что так подлечу, что он нос поднимет и просто бахнет меня из своих противотанковых пушек. И мы что-то в эфир ничего не выдаем, что кого-то атакуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему, я в двигатель попал. Вот просто из принципа теперь все буду смотреть. В хвост. Потому что это все-таки штурмовики немецкие, они бронированные. Я как бы без претензий, но мне интересно, сколько... Да, я в хвост все попал, это так, осколки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой-ой-ой, как опасно будет эти пары сзади оставлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У него даже кабины просто не хватит так махать там рукой. Чтоб вот так самолет у него летал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чё, двигатель приметится нормально? А, ну да, приметишься тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сзади еще один истребитель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДАИМ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто мимоходом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДАИМ! Сейчас все исчезнет, потом я остановлю. ДАИМ! Вот в этого я попал. И все? А где еще один? Я же в два попал. В бузыке осталось всего три лавочки. Три орудия. Да. Ладно, в следующий раз выйдем. Я на лавке продолжу летать. Только мы следующий период возьмем. Сейчас штурм города. Следующий, видимо, уже зима будет. Они, конечно, никогда не рассекретят показания, сколько в среднем длится карьера на железной воле. И не на железной воле, я думаю. На железной воле там редко кто больше 10-12, там 20 крайних случаев вылетов тоже такие долгожители, как мы на П-40. Но и то, скорее всего, потому что под П-40 как-то баланс противников складывается так, чтобы кого-то можно было сбивать. Потому что если американцы купят свой самолет и будут летать так же, как нас на лавке заставляют летать по три миссии до первой смерти, возникнут новые нехорошие вопросы. Накануне контрнаступления 13 ноября нормально. Карта такая же, только уже осень будет. Но не попробовать я не мог. Сегодня ваш первый день, да? Мы тут уже десятую инкарнацию возрождаемся. Но уже снег. По крайней мере, хоть визуально что-то изменится. Продолжение следует... Отражение налетом у бордировщиков. Ну, попъебуем, попъебуем. Минус 9. Да, уже... Я просто уже соскучился по этому пейзажу по-белому. Мне интересно, как выглядит флайн-циркус, вот, который сейчас на заставке, на этом движке. Они сейчас по-новой же по второму разу пытаются продавать. Он же должен... Должны так же убого летать, как и эти самолеты. А их-то можно сравнить прям один к одному. Запускать ров и запускать Ил-2. Вот это было бы интересно сравнить. Зимний камуфляж из модификации. Так. Так. И топливо берем. 320 литров нам хватит. Взлёты практически 270. Тормоза вообще не работают у самолёта. Я их зажал сразу же, как появился, и убрал газ. Слетали. Посмотрели на новые пейзажи. А этот-то куда покатился, надо было посмотреть. Куда он так рванул с загнутыми лопастями? До операции уран пять дней нам надо дожить. Прикрытие переправы. Блин, можно пропустить? Прикрытие переправы. Прикрытие переправы. Всё равно на неё никто не пролетит. Не хочу просто так летать. Мелчи с бомбами, вон. Единственный вылет, который удался, это три бомбы сбросить. Две бомбы сбросить, вернее, три галбицы. О, можно завершить прям. Ну-ка. А-а-а. Я думаю, это типа пропустить миссию. Но нет. Ворон, атаковать кто-то в воздухе есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще не видно ничего. В упор летят. Сейчас немножко поднимемся, выровняемся, посмотрю на какой высоте мы должны прикрывать. Два километра. Ух ты, а вон то что за красавцы. Это не наши. Хотя есть разрывы, смотри-ка. Может и истребитель, может быть, найдем. Это не вот этот? Он в эту сторону вираж делает или в другую, вроде бы на нас. Может они им вернули конвесу и эту? Суицидальные наклонности, что ли, опять ботом? Суицидальные наклонности. Суицидальные наклонности. Суицидальные наклонности. Суицидальные наклонности. Два уже. Суицидальные наклонности. увидите что он делает еще чуть-чуть они будут рубить крылья как старые добрые времена вы задрали откуда он меня стрелять их сколько тут вообще я не понимаю когда он летит а и а а Штраф за огонь по своим, это по комбо своим, это свой разве был? Это для вас, а не свои? Включение, что это фока было. Ну, к зямкам. А у фиолетового. Хочу посмотреть, фока нет. Ну да, двигатель не задет, а он выпрыгнул. Хорошо. Так что это наш был? Я не знаю, как еще надо рисовать эти самолеты. 100% балафока. Плоская морда, как у лавки, только желтый цвет покрашенная. Все, зенички успокоились. Вроде да. Мы уже ничего не видим, ничего не понимаем. Зенички не стреляют, значит, на свой. Я не понял, у меня регулятор, что ли, сломался от этого. Рут 13%, скорость 400 км в час. Я такую скорость не могу набрать, когда полный газ даю. Почему я лечу вперед сейчас с такой скоростью? Я лечу вперед. Полсенья еду. Но лечу вперед! Ну по ком там по своим Скорее всего в дом просто прилетело Что-то Достановись ты уже Хорош Попали то несколькими пулями Мотор поврежден У него сколько было там 18 цилиндров Сразу 18 повредили А ведь не знаю где летает Вроде мы не здесь должны прикрывать Там что-то стремительное Куда-то НЛО какое-то в облако влетело И пропало Поэтому тоже кто-то пострелял Вот это вот такие дыры Ну ничего Двигатель Не поврежден Домой не летит Ладно все равно вылет нормальный Так я не пойму это максимальный Да масло радиатор это 100% Такой Ладно Будем считать хорошим Знаком что вообще домой вернулись Слегка раненые Наши все равно уже домой возвращаются Так и где я по своим попал мне Объясните А вторые сами упали все Тут было 6 штук И все 6 упали Слегка раненые Колонну не без нас штурмуют На лавках штурмовые задания Через одно Провалена переправа Хоть избили два самолета Один погиб Один легко ранен Штурмовый удар по автоколонии Уничтожили две машинки Молодцом Могло быть и хуже Фотографии хорошие выбрали Художественные Художественные Начало операции Уран Сопровождение штурмовиков Ладно, давайте Не буду вас томить На сопровождении штурмовиков Слетаем С такой длительностью жизни Такое ощущение Что летаем В быстрый редактор Ага, у нас так через одно Можно полностью бронебойные И полностью фугасные Нет, оставим смешанные И летим мы за аэродром Девушки отдыхают Сейчас хотя бы Один на один более-менее Летаем Нас сейчас сбивает Только Второй, третий, четвертый самолет Который рядом с нами Крутится Капец, газу дал 75 У нас уже надув 10 Как будто мы Педаль просто в пол вжали Вот сейчас я педаль в пол вжал И ничего не изменилось Обороты там На какую-то выросли Смешную величину Вон наверху троица какая-то летит Ох, аэродром Шикарно выглядит Его не видно, правда Но картинка красивая была Капец 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 Нас сейчас Ох, да Можете Чуть-чуть прикроем, все-таки зима. Продолжение следует... О, мои уже выше, я думал, они подо мной где-то. Быстро они. Вот сейчас облака прям хорошо выглядят. Ну нормально, вроде температура нормальная. Продолжение следует... Блин, красиво. Но сейчас хорошо. Не зря сменили сезон. Хорошо сделана типа адаптация глаза к солнцу. Посмотришь... Слишком ярко. А чуть глаз уводишь, все уже более-менее... Все различимо. Что-то подтормозило, наверное, появились где-то самолеты. Блин, ну что красиво-то так. Хорошо. Хорошо. Конечно. Хорошо. Сейчас мелькнула мысль, может быть они такую видимость делают специально, чтобы не видно было, что самолеты близко. Появляются самолеты или вспышки. Вон, дратуйте. И вон я уже вижу на земле эти позиции, только непонятно чьи это. Три контакта, непонятно кто. Возможно три бомбардировщика 88-х. Как-то уж целенаправленно они идут. Хотя по размеру не поймешься по видимости. Может быть и истребители такого размера. Так, температура нормальная. Вообще хорошо все. Но низко они не спускались. Снизу тоже разрыв. Я правда не смотрел. Может быть и были. Все. Были демоны, но не самоликвидировались. Нет, есть. Много контактов в воздухе. Возвращение в воздухе. Возвращение в воздухе. Возвращение в воздухе. Это истребители, а где наши подшефтные? И контактов в воздухе много. Штурмыки вот тут должны работать, но была бы в эфире какая-то информация. По-хорошему надо уже надув включить, но я думаю, если мы завяжемся, мы быстро сваримся под два километра. Это хорошо, знать бы еще только где. Субтитры сделал DimaTorzok Они еще движение облаков сделали, чтобы можно было временами хотя бы наблюдать. Что там происходит, было бы прикольно. Но движение облаков нельзя сделать, потому что сами облака пока не сделаны. В достаточной мере. Ой-ой-ой, вон-то вообще нехорошо, что там на горизонте. На непонятном расстоянии появилось. Шесть штук. Как в том юверевском анекдоте. Изя, я слышал, вы купили квартиру. Так я купил. И сколько же в ней комнат? Одна. Ну да, меньше и не имело смысла брать. То же самое про немецкие пачки. Меньше шести и не имеет смысла. Ну непонятно, не приближается ли у них там свои дела. Вроде бы как свои. А те три втихаря так куда-то обратно и ушли. Хорошо. Подписывайтесь на мой канал. Хорошо. Продолжение следует... Долбят на 4 километра. А нет, вон они. Один, по крайней мере, кто-то. По-моему, сюда несется прям, прямиком. С уверенным набором, по крайней мере, прет на эту сторону. И вы молодцы, там и тюжик. Их контактов два, но недалековато. И третий где-то может быть еще. Продолжаем любоваться нашей саванной. С высоты птичьего полета. Капец, столько земли. Такие пространства огромные. Как это можно было просрать в 91-м? В 90-м, в 89-м? Это не человеком надо быть. Да, трое всего. Илы уходят. Такие несут indicием. Что? Так. Опять. Академия. А сейчас они оттуда выйдут, мы их на этом чистом месте увидим. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Опять только вижу. Продолжение следует. Вроде бы в эфире не было, что кто-то кого-то сбили. Но отходит пять. Поехали. 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 Подраться никто так и не прилетел. Ну и ладно. Продолжение следует. Надо было там, когда еще крутились по Ctrl F2, посмотреть, что там за тройка была. Или 88-е, судя по тому, как они высоту уверенно набирали. Или Е7, которые бомбы привилел, приволокли, сбросили и отошли. Продолжение следует... Да, вот одного не хватает в середине. Но он мог врезаться или прямым попаданием пилота убили, когда в эфир ничего не вышло. По этой причине, что подбит. Да, никто уже не придет. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Да. 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 ああ. Да. Детр 선. Дерм... Там Побуду немножко штурмовиком. Продолжение следует... Как хорошо, что я не успел между ними встать, если бы меня тут замесили. Что, муки дошли, а нам? Куда? Вот этот наш. Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то я прям совсем не там, где надо. Да нет, мы и вот они. Вот он наш аэродром. Продолжение следует... 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 Бить стрельбы обошлось вообще... Продолжение следует... А этим досталось чуть-чуть... Продолжение следует... 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 и заканчивать будем нормально полетали полетал бы на стримах но оказывается я стримлю же 1600 на 900 разрешения а youtube укладывает сохраняет вернее только в разрешении 1280 на 720 а в таком разрешении но никакого удовольствия нет смотреть так вы хоть на картинку на красивую посмотрите опять шморт удар по артиллерийской позиции я на штурмовиках летаю столько на l2 на штурмовке я же говорю нездоровые какие-то тенденции у авторов генератора компании ладно эту чашу и запьем следующий раз на сегодня все спасибо вам за внимание всем доброго удачи и пока надеюсь последние 25 минут зимних пейзажей вам понравились